Сергей Локтионов. Гильотина. Рассказ основан на реальных событиях. Двадцати двухлетний Саня Орлов, за плечами которого были пока лишь одиннадцать классов и два года армии, подвязался на больших и малых стройках нашей страны, занимаясь разным строительным ремеслом. Умел он много чего делать, и перфоратором стены долбить, и кирпич класть, и провода по стоякам тянуть. Да и хрен знает, чего еще мог изобразить этот талантливый рукастый юноша. Саня был форменным перекати-полем и таким работягой-фрилансером. А потому скитался мусью Орлов по городам и весям нашей необъятной в поисках какого-никакого, но все же желательно вкусного заработка. И вот весной 2003-го занесло Сашку в славный град Курицын, в советское время, Краснопетухск. Там как раз разворачивалась большая стройка. Начинали реанимировать, а точнее строить заново завод по производству детских колясок. Ну а раз так, то, пожалуйте, дорогие куричане и приезжие гости на стройку века. Естественно, Орлов, следовавший проездом из Москвы в родной Ростов-на-Дону, не мог не откликнуться на пламенный призыв градоначальства, размещенный на огромном билборде прямо на железнодорожном вокзале. Честно говоря, рекламный щит был великолепен сам по себе. На нем красовался улыбающийся пузатый мэр Курицына, господин Шухер Арчибальд Натанович, с коляской в руках. Внизу был начертан красным лозунг «Призыв следующего прекрасного содержания». «Вперед в светлое будущее в отечественной мегаколяске». «Все на строительство промышленного гиганта». «Общежитие и кормежка за счет мэрии. Зарплата стабильная и высокая». Тут же размещались адреса и телефоны строительной организации «Главкурстрой». Саня схватил свои нехитрые пожитки и устремился к выходу из вагона. «Сашка, ты куда?» – ухватил его за рука в футболке молоденькая симпатичная блондинка-проводница Оля. «Ты чего это удумал?» Молодой, красивый, жгучий брюнет-орлов моментально взял несмышленную девчонку в оборот, навешал шикарные лапши на уши и, недолго думая, красиво соблазнил. Они на всю ночь зависли у нее в купе, где, как говорят на юге России, усердно варили сосиску. И потому для Оли стало очень неприятным сюрпризом явное сбегание ее возможной будущей партии. «Ой, Алюш, я тут, похоже, работу нашел, а потому остаюсь». Сашка полез в карман джинсов, достал мятую визитку и быстро сунул ее в ладошку растерянной проводницы. «Так, твой номер я записал, свой тебе оставил. Все на созвоне, я побежал, чмоки-чмоки». «Ну, Сашка!» – плаксиво донеслось ему в спину. «Гад, ты эдакий!» Добравшись до офиса, Саня узнал, что на данный момент на строительство колясочного завода остались вакансии только для подсобных рабочих. «Да, неприятный вышел оборотец. Подсобник профессии еще та. Из разряда «принеси, подай, пошел нахрен, не мешай». По-размыслив, Сашка решил все же пока остаться в утопающем в зелени патриархальном курицине. А чего? Май месяц, можно летом и здесь поработать, тем более, что зарплату и впрямь предложили недурственную. Саня быстро оформился, получил на складе рабочую форму, ботинки и оранжевую каску. После чего отправился обустраиваться в общежитие. Орлов подошел к древнему трехэтажному бревенчатому бараку, на единственном крыльце которого висела позеленевшая от времени медная табличка с еще царским двуглавым орлом. Табличка гласила «1897 год. Российская империя. Воронческая губерния. Уездный город Белокурицын. Казарма для рабочих и крестьян». «Воя попал», — растерянно ухмыльнулся Саня. «Это же надо, какая у них тут старина сохранилась». «Какая тебе тут еще старина?» — донесся сзади дребезжащий старческий голос. «Ты кто вообще такой, а?» Повернувшись, Саня увидел перед собой живописного старого деда, облаченного в застиранную, но опрятную гимнастерку работника ВОХР на железнодорожном транспорте МПС СССР. Форма была похожа на довоенную армейскую. На выцветших петлицах некогда морской волны располагались по два желтых металлических кубаря, а на каждой — знаки отличия в виде перекрещенных молотка и разводного ключа. На Туле фуражке имелась эмблема в виде вагонного колеса с крыльями. Такая же украшала и грудь старика. На голубоватом околыше застыла кокарда с теми же ключом и молотком. Также на нем были одеты галифе и стоптанные яловые сапоги. На заношенном солдатском ремне с начищенной бляхой висела закрытая кобура. Неизвестно, пуста или нет. Красноватый нос венчали очки с большими диоптрями. Ну и завершали эпичный образ седые вислые усы а-ля Тарас Бульбы и патриархальная борода веником. «Ух ты!» — восхитился Саня. «Ты откуда такой нарядный дедуль? Ты сам-то кто?» «Я-то!» — достал из кармана галифе серебряный портсигар старый вохровец. «Я-то комендант общежития тутшню кривошлыков Назар Макарыч. А вот ты что за фрукт? Уж больно мне твоя физиономия подозрительно!» Назар Макарыч выудил из того же кармана спички и прикурил. Саня также достал пачку кэмела и составил деду компанию. «А я Сашка Орлов. Заселяться к вам пришел». Перешел на вы Орлов и протянул деду предписание. «Работать вот приехал на строительство завода». Кривошлыков выдохнул дым и молча взял у Сашки ордер. Наморщив и без того ребристый смуглый лоб, старик принялся изучать бумагу. «От же ширы да безмозглые!» — проворчал он, возвращая Орлову предписание. «Звонил же им в контору, сказал, что места у меня нету. Так нет, взяли, все ж тебя прислали». «Как нет?» — опишал Саня. «И чего мне делать?» «Ну-ка, из чего придумать-то можно!» — впервые улыбнулся в желтоватые усы дед Макар. «Придется, правда, наших полоумных сектантов потеснить. Раскладушку, подушку, матрас и белье я тебе выдам». «Чего еще за сектанты?» — забеспокоился Орлов. «Я вообще подобную публику не люблю и откровенно презираю». «Да есть тут у нас, как теперь говорят, Твикс, сладкая парочка!» засмеялась Кривошлыков, демонстрируя прокуренные, но все еще крепкие зубы. «Адепты ереси туркменствующих!» «Чего?» — вытаращился на старика Сашка. «Это что ж за ересь такая невиданная?» «О, милый!» — прослезился дед Назар. «Это такая страшная хинея, что ни в сказке сказать, ни вслух прогутарить. Туши тютюн, пошли в хату, сейчас по дороге тебе расскажу». Они зашли в прохладную мглу барака. Поднявшись по небольшой лестнице, свернули в длинный коридор, освещенный одной тусклой лампочкой. «В общем, дело было так», — повел неспешный рассказ дед Назар. «Заехал тут к нам месяц три назад один басурманин из Средней Азии. Ну, натуральная косоглазая анчутка в халате и рысим малахая. Осторожней, не споткнись, там вон корыто». Не знаю, как его Василий Егорович взял, у него же на лице было все написано. Я, мол, форменный лимпопо. Так, тут направо по лестнице на третий этаж. «Погоди, не беги так, дай передохнуть. Эх, старость, не радость». «А сколько вам, Назар Макарыч, вежливо поинтересовался Орлов, лет шестьдесят пять, семьдесят?» «Восемьдесят два», — прокряхтел запыхавшийся старик. «Стар, я уже как выдрена колена». «Да ну», — искренне усомнился Сашка, «а ведь не дашь». «Ну дэк, чекушек-самогонки в день да три люльки донского табачища, вот и весь рецепт». Браво закрутил ус дед. «Хотя нет, вам, молодежи, хлипкой такую ядреную диету пользовать никак нельзя. А кочуритесь вы от яст таких. Ладно, слушай дальше. Короче, вселился этот хухрень разумный, и давай нам тут всем мозги бутусть. Гур присветлый, — говорит я, — а я с баба. Приехал в ваш город преподать вам светоучение верховного бога Карбабо Папакайне. Мы, — говорит, — в яйце все живем, космическом, а вокруг яйца кометы, да метеориты летают. На одной из них расположен рай небесный, и живет в нем этот самый Карбабо. Ладно, пойдем наверх, что ли?» Значит, Папайкане, — говорит, — это высший космический разум. И все мы должны пройти через колесо какой-то там сенсоры, истончиться духом и пролезть сквозь скорлупу яйца, прямиком к кометам и метеоритам, где найти рай этого самого Карбабо. И там, — говорит, — слиться с ним в любовном экстазе, где и пребывать в радостной бесконечности. Хух, давай еще чуток передохнем. А потому, — говорит, — решил я причастить все человечество к этим великим знаниям, да помочь побыстрее, значит, по колесу сквозь скорлупу пробраться. И есть у меня, господа, хорошие мумиё волшебные, шаманами из самой Шамбалы, страны тибетской, заклятая, над парами девяти котлов земных, передержанная. Так что давайте, покупайте, — говорит, — у меня эти говны целебные, да ешьте на ночь ложками вместо варенья с чаем. Пойдем дальше, еще один этаж остался. И достает он из чемодана мешок с грязью какой-то рыжей, на вроде той, что у нас в карьере за городом добывают. Всего, — говорит, — три тысячи за полкило. Зато вкусившие мигом по колесу минуя три ада после смерти проедут. Вот прям как на тройке с бубенцами. Сквозь яйцо прямиком в объятие Корбабо. И не надо вам будет по сто раз из козявки в цветочек какой переплощаться. Ведь пока истончитесь до предела, чтобы сквозь яйцо просочиться, с ума сойдете. Ой, вот и третий этаж, наконец-то. Они вышли в коридор, и дед Назар продолжил. Сам, — говорит, — перед сном по три ложки съедаю. А для того, чтобы мумиё в горле комом не встало, вот есть у меня к нему инструкция, как правильно, значит, её употреблять, и ненароком от счастья великого раньше срока коньки не откинуть. И достает из того же чемодана стопку каких-то княжонок. На обложку смотрю. Харь какая-то противная, намалеванная. И надпись Корбабо, молитвы и мантры. Светлый путь через дыру наружу. И чего? Согнулся пополам от хохота Сашка. Купил кто? А вот эти два дурака и купили. Так же засмеялся Кривошлыков. Мешок этого говна до руководства, как его глотать и правильно молиться. Кстати, вот их конура. Пришли, наконец. Старик достал из кармана горсть ключей с бирками. Саниному взору открылась весьма прелестная картина. Просторная пустая комната выглядела по меньшей мере странно. Нет, вроде всё было как везде в подобных местах. Две кровати, маленький холодильник, шкаф и стоящий возле окна стол. Да вот только на столе сидел страшный, вырезанный из цельного пня идол с разукрашенной красной краской мерзкой рожей. На голове деревянного чуда-юда возлежал венок из привядших одуванчиков. Возле башка курились воткнутые в буханку чёрного хлеба три палочки индийских благовоний. У входа в комнату были свалены в кучу какие-то сектантские брошюры. Стены жилища были увешаны плакатами с пентаграммами, перевёрнутыми крестами и какими-то каббалистическими знаками. Сизый дым от экзотических ароматов висел в комнате сплошной пеленой. Порточки были закрыты. — Ох, паразиты! — завопил Назар Макарыч. — Они так общагу спалят, идиоты этакие. — Всё, вечером придут с работы, я им такое устрою. Они у меня весь мешок своего мумия за раз слопают. Мудозвоны, юродивые! — Да, впечатляет, — поражённо пробормотал орлов. — Это ж что же у них в мозгах-то такое творится? И почему их не уволят, коль они такие чудные? И, кстати, куда этот басурманин потом подевался? — Басурманин-то! — старик усмехнулся и помахал перед лицом ладонью, разгоняя дым. — А смылся, вонючка немытая. Продал этим двум дуракам чемодан своего говна да избёг, только его и видели. А почему этих не трогают? Да пашут они как два трактора Беларусь, небось на мумии этом. Не, ну с ними всё равно нужно что-то решать. Ладно, Саня, вот тебе ключ от жилища, бросай пока тут свои вещи, да пошли вниз. Эти раскладушку да прочее выдам. Потеснишь этих обалдуев. — Назар, Макарыч, родной! — взмолился Орлов. — Христом Богом тебя прошу, подсели меня к кому-нибудь другому. А то ладно бы один, а то тут целых два индивида с протёкшей крышей. Я ж боюсь, не выдержу и морды им покрошу. Потом засну, они меня в жертву своему пню размалёванному принесут. А я вообще не хочу такого финала своей жизни. — Сань, милый, да некуда мне тебя поселить, — вздохнул Кривошдыков. — Везде по трое живут, они последние оставались, кто вдвоём жили. Да и не переживай ты так. Каждый день обстановка меняется, кто-то увольняется, кто-то приходит. Как съедет кто, я тебя тут же переселю. В общем так, летние душевые, туалеты тип сортир в сквере с задней стороны общаги. А во двор к восьми утра и семи вечера привозят полевую кухню. Обед завозят на стройку. — Тарелку, кружку, вилку с ложкой можешь у меня взять, если своих нет. — Да не, есть у меня всё. Раздосадованно поморщился Орлов. — Ладно, Назар Макарович, пошли за раскладушкой. Как показали дальнейшие события, Санины опасения оказались далеко не беспочвены. Вечером общежитие наполнилось гомонящим мужским народом разного возраста и калибра. На ужин Сашка не пошёл, перекусил в кафешке через дорогу. Сейчас он возлежал на раскладушке и читал свою любимую книгу «Граф Монте-Кристо». В замке заскрёбся ключ, и спустя две секунды дверь открылась. В помещение вошли два, мягко говоря, странных парня. Один внёс в руках исходящую паром эмалированную кастрюлю, второй — свежий венок из одуванчиков. Были они оба лысые и худые, как жертвы Освенцева. Чуть вышел бая до затылка, голову каждого украшали татуировки. Проткнутое мечом яйцо. Они были босы и обёрнуты в чёрно-оранжевые полосатые простыни. Недружелюбно устаившись на непрошлого подселенца, парни молча стояли при входе. Обоюдное молчание затягивалось. «Ничего, в дверях-то застырь, господа колорадские римляне!» Взял в руки инициативу орлов. «Чего уставились? Я ваша тётя из Киева и буду у вас жить!» Римляне помолчали, наморщили лбы, и один то, что с кастрюли бесцветно промямлил. «Мы не колорадские!» Второй прошёл к столу, убрал пожёгший венок и водрузил на голову пня свежий. «И не римляне!» — прогундосил он. «Так и я вроде как не тётя!» — улыбнулся Саня. «Так кто же вы, люди добрые или вы недобрые?» «Мы не люди!» — ответил кастрюльный и медленно проплывал мимо Сани к столу. «Мы небесные поливаторы!» Он поставил кастрюлю на стол, а второй быстро бросил в неё старый венок. «У-у-у-у!» — дико взвыл первый, вытащил из складок простыни полиэтиленовый мешочек с чем-то бурым, развязал горловину и высыпал содержимое в кастрюлю. Оттуда повалил густой пар морковного цвета. По комнате пополз невообразимый чудовищный аромат, похожий на смесь запахов полыни, карамели и вонючего французского сыра. «Мы счастливы!» — уныло загундосил второй, закатив глаза под лоб. «Наш старший член на веолюционном надчеловеческом уровне дал нам ясно понять, что приближение кометы Хейла-Боппа — это тот знак, которого мы ждали. Мы счастливы и готовы отбыть с командой великого Ти!» «Так, это все!» — отрешенно подумал Орлов. «Я конкретно попал. Мои соседи — совершенно невменяемые обжабанные придурки». В этот момент в дверном проеме возник рассерженный, как голодный шершень, комендант Кривошлыков. На сей раз он был без фуражки и очков. Отсутствие этих аксессуаров плюс обнаружившаяся обширная лысина сделали его копией русского ученого-физиолога Ивана Павлова. «Гевелись, не запылились!» — высоким старческим тенарком закричал Назар Макарыч. «Ну все, кикимор ряженый, приплыли вы! Сейчас я вас лупить буду!» Кривошлыков снял солдатский ремень и двинулся к сжавшимся сектантам. «Кто из вас ваши палки чадящие оставил? А, паразиты?» — вопил комендант. «Вы что, подонки засратые, мне общежитие спалить хотите?» «Да я потушил давно эти палочки и комнату проветрил», — сказал Саня, вставая с раскладушки. «Не кричите вы так, Назар Макарыч, не дай бог вас еще кондратьей хватит!» «Как потушил!» — возопили сектанты в один голос и повернулись в погашьей буханке. Они только сейчас осознали, что благовониями в комнате не пахнет. «Что ж ты, гадина, натворил?» «А ну молчать!» — вновь закричал дед Назар. «Еще раз мне тут вонь разведете, я Василию Егоровичу позвоню и скажу, чтобы он вас нахрен выгнал! Превратили мне общежитие в черт знает что! Поняли, ироды?» «Поняли!» — простонали ироды и с лютой ненавистью посмотрели на Орлова. «Ну а тебе, сука, мы еще покажем!» — злобно прошипел тот, что носил кастрюлю. «Погрозите мне еще тут, мерзавцы неумытые!» — потряс сухоньким кулачком комендант. «Я вас, скипидарь, выкупаю, если чудить не прекратите!» Назар Макарыч вышел, громко хлопнув дверью. «Ты сорвал нам обряд преображения Творца Мамадуна, пророка бога Карбабо Папакайне!» — прорычал сектант, принесший веник. Он сделал пальцами козу Асмодея, нацелился на Сашкины глаза и грозно двинулся к нему с недвусмысленными намерениями. «Проклинаю тебя, пришлый негодяй, во имя седьмого пекла и награждаю хворю кустоглодную немощь!» «Уйди, недошло, и от тебя сом воняет!» — перебил его Орлов и встал в боевую стойку. «И вообще не угомонитесь, я вам сейчас обоим репы ломтями настругаю!» Небесный поливатор не послушался и, бормоча несусветные проклятия, продолжил движение. «Не понимаем, значит, по-хорошему!» — рявкнул Саня, сорвал дистанцию, резко отвел в сторону казоносную руку и мощным апперкотом в челюсть отправил сектанта в глубокий нокаут. Щедушное тело отлетело к столу, где и заскучало в полной отключке. «Ну что, мудак кастрюльный!» — обратился Орлов к побледневшему второму. «Будем мирно, житель, тебе люляку сочную прописать для ума!» «Мирно!» — выдавил невозжелавший сочный люляки сектан. «И вообще!» — перился злым взглядом его переносит Сашка. «Чтоб завтра всего этого оккультного хлама здесь не было, иначе я вас обоих так отделаю, что позавидуете изуродованные богом черепахи! Я внятен!» «Да!» — промямыл в конец раздавленный оппонент. «Вот и чудно!» — улыбнулся Орлов. «А теперь бери свою дружбана и тащи на раскладушку. На его кровати теперь я спать буду. Сейчас только я свое белье да матрас с подушкой заберу. Можешь ему потом банан к ноге привязать. Говорят, он синяки лечит и в ум возвращает. Народная, понимаешь, медицина!» Ночью Орлов спал плохо. Ему снились кошмары. Сашка бежал на месте. Вокруг, куда ни глянь, расстилалась красная безжизненная равнина. Небо было затянуто багровыми тучами, из которых падал серый пепел. Повсюду были видны медленно бегущие к нему жуткие козлоногие фигуры. Они тянули когтистые, поросшие черной шерстью лапы, низко рычали и скалили клыкастые рогатые морды. То тут, то там зажигались и гасли желтые беззрачковые глаза. Саня кричал, пытался убежать, но не мог сдвинуться ни на сантиметр. Демоны то пропадали, то появлялись вновь, но не подходили к Орлову вплотную, словно вокруг него был очерчен невидимый магический круг. Казалось, что этот кошмар длится целую вечность. И тут сквозь сон ему послышалось тихое замогильное подвывание. О, великий ужасный демон, хохотух! Покарай то примерского негодяя, что лишил творца Мамадуна, заколонной ему жертвенной буханки. Лиши его той грязной длани, кое затушил он кошерные дымы и посмел ударить брата Калжижа. Я, недостойный Макатун, приношу тебе в дар этот вкусный хвост ящерицы, да свершится справедливое возмездие. После этих слов кошмар оборвался, и Орлов провалился в полное беспамятство. Проснувшись от звука будильника, Саня с удивлением обнаружил, что сектантов след простыл. Со стола исчез размалеванный пень и мерзкие плакаты со стен. Также пропали буханка с палочками, кастрюли с вонючим взваром и куча оккультной макулатуры. — Гляньте-ка! — обвел тяжелым взглядом опустевшую комнату Орлов. — Сбежали мерзавцы. Однако ж как херово-то, будто ведро самогона вылакало накануне. А еще эти слова про проклятие и руку приснились они мне, или реально кто-то из этих пидорасов мне на ухо нашептал. Ну и как понять? Ну, наверное, никак. С улицы послышались звонкие удары в рельс. Звали на завтрак. — Фу ты! — досадливо поморщился Сашка. — Время перепутал. Проспал. — Ладно, надо бежать жрать, а то голодным пахать придется. Работа подсобником летом на стройке, та еще ванильная пастила. Грязь, пот, беготня, погрузка-разгрузка и матьюги прораба Петровича. С другой стороны, Сане было не привыкать к этой муравьиной суете. Он был молод, силен и вынослив. Незадолго до конца рабочего дня Петрович окликнул его пробегавшую мимо с пучком арматурин на плече. — Эй, новенький, как там тебя? — А, Орлов, пойди-ка сюда. — Да, Николай Петрович. — Слушай, Орлов, завтра утром нам надо опалубку делать, монолит заливать. Сейчас отнесешь арматуру куда нес, затем идешь вон туда за угол. Вот тебе размеры длин. Там ставят станок для резки арматуры. В нашем просторечии гильотина. Там тебя Сергеич ждет. Объяснит, как арматуру рубить. Нарежешь нужное количество по размерам. Штабели с арматурой возле станка лежат. А Сергеичу, как покажет, скажет, чтобы в офис ехал. На него телега из милиции пришла. Да игрался бы, затер. Опять кому-то рыл, начистил, попьяни. Ну что, все понял? Давай беги. Название гильотина как-то сразу очень не понравилось Орлову. И хотя станок выглядел совершенно не похоже на кровавое орудие французского палача Сансона, все равно от него веяло какой-то мистической потусторонней жутью. Это был кустарный станок, представлявший собой лоток с ограничителем для выставления нужной длины. И, собственно, самой гильотины, огромного, тяжелого маховика-ножа на замысловатой станине. Смурной немногословный мужик Федор Сергеевич быстро объяснил и показал Сашке, как работать на станке. И, не попрощавшись, ушел. Саня прилично устал за первый рабочий день. Хотелось прекрасного, пенистого и приятного во всех отношениях пива. А тут на тебе, руби да кромсай, гадкие железяки, да еще, блин, такую груду. Орлов очень торопился, да и неудобно было засовывать станок по пять длинных арматурин, которые так и норовили выскользнуть из руки, сильно размахивая при этом концами. Да еще приходилось тянуться к кнопке включения, которую какой-то идиот присобачил так далеко. Провозившись примерно с часа и промокнув как мышь, Саня приладил в станок три последние арматурины. И тут, на обнаженной до локтя руке, придавливая ее к лотку с металлическими прутями, щелкнул автоматический зажим. За долю секунды осознав, что случилось, Орлов покрылся ледяным потом. Резак медленно двинулся вниз. Лише его той грязной длани мгновенно всплыла полуистертая фраза из глубин подсознания. Саня извернулся и, дотянувшись до кнопки отключения, вдавил ее, что было сил. Огромный маховик Резака не пожелал останавливаться. Он медленно приближался к горячо любимой Саней правой руке. Впрочем, левая была такая же любимая. Ей-то он сейчас и пытался выдрать из стального зажима плененую правую. Но все было тщетно. Руку зажало намертво. Густые волосы Орлова начали буквально вставать дыбом. Десять сантиметров до руки. Помогите! Истошно завопил Орлов от животного ужаса. Люди! Ха-ха-ха! Пять сантиметров. Господи, помоги! В совершеннейшем отчаянии, обливаясь потоками ледяного пота, взмолился Сашка. Пожалей меня, грешно, не дай потерять руку, кормилицу! Два сантиметра. Ноль. Резак гильотина коснулся Саниной руки. Он зажмурился и приготовился к дикой нечеловеческой боли. «Все!» мелькнула в мутящемся от дикого ужаса мозгу последняя мысль. Резак, отточенным, как бритва лезвием, слегка надавил на руку. Потекла тонкая стройка крови и тут... И тут произошло настоящее чудо. Раздался щелчок и жуткий маховик Резака помедлив остановился. Омерзительная машина фыркнула и заглохла. Затем нож начал медленно подниматься вверх. Из небольшого разреза на внешней стороне предплечья тут же хлынула кровь. Раздался еще один щелчок и обесточенный зажим открылся. Зажав рану своей лежащей тут же курткой, бледной, как смерть орлов, медленно опустился на землю. «Кажется, я так угораздил, парень!» услышал он незнакомый голос. Подняв слезящиеся глаза, Саня увидел мужика лет сорока в строительной робе оранжевой каске. Рабочий стоял возле щитка и все еще держал руку на рубильнике, только что обесточившем дьявольскую машину. Сашка молча продолжал смотреть на своего спасителя, еще не веря, что все закончилось. «Понял», – кмыкнул мужик, «похоже, у тебя шок». Он достал из внутреннего кармана спецовки початую бутылку водки и протянул ее орлову. «Пей», – приказал спаситель, «до дна. Тебе это сейчас необходимо». Сашка взял бутылку и в один долгий глоток выпил показавшуюся ему такой вкусной, прям сладкой, теплую водку. «Ну как ты?» – спросил мужик, когда Саня трясущейся рукой поставил пустую бутылку на землю. «Отпускает?» «Пока нет», – ответил орлов, вытирая обожженные спиртным губы. «Но, думаю, скоро отпустит». «Ох, и умурзился ж ты, парень, в крови?» – тяжело вздохнул рабочий. «Иди-ка ты домой». «Да, я пойду», – слегка заплетающимся языком пробормотал орлов и поднялся на нетвердые ноги. «Спасибо тебе, мужик. Как тебя хоть зовут? За чье здоровье мне свечку в церкви ставить?» «Поставь за грешного раба Божия Сергия». Пить пиво Сашка в тот страшный день не стал, так и в последующие два месяца. При мысли о спиртном немедленно приходил на память жуткая гелиотина. Не оставляли его раздумья о сбежавших сектантах. Саня был твердо уверен, что история с мерзким станком была их рук делом. Нажаловались подонки своим темным демонам, вот они не дали отключиться к гелиотине. Если бы не его отчаянный вопль ко Господу, пославшему ему того мужика, быть бы Сашке одноруким инвалидом. Дай ему Бог здоровья и долгих лет жизни. К страшной гелиотине Сашка больше не приближался и всех просящих его порезать металлической соломки слал далеко и надолго. Проработав на той стройке еще три месяца, Саня покинул славный город Курицын. Он позвонил проводнице Ольге, подгадал ее рейс и в приятной компании счастливой блондинки отбыл в родной Ростов. Послесловие. Закончить рассказ мне бы хотелось с небольшим абзацем, посвященным тем несчастным, угодившим в цепки лапы разных учителей, гуру и прочих мерзавцев. Да, здесь я показал их в несколько карикатурном, даже где-то смешном виде. Потому что, как говорил покойный сатирик Михаил Задорнов, когда смешно, тогда не страшно. Однако страшно это все, друзья мои, если посмотреть на проблему серьезно. Очень страшно. Тоталитарные секты сатанинского толка, всякие саентологи, да и просто разные дурящие головы людям-проходимцы огромная проблема нашего времени. И не нужно самоуверенно ухмыляться, типа меня-то чаша сия точно минует. Не зарекайтесь. Кто-то очень умный сказал, что где-то ходят по земле и наши с вами гуру, трясут ключами от преисподней и не дай Господь, чтобы когда-либо их пути пересеклись с нашими. Редактор субтитров А.Семкин